Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я сделаю замечательный скирт стейк. Я сделаю, так сказать, лондон бройл. Вот у меня есть замечательная диафрагма. Такой вот кусочек. Посмотрите, какие у него большие волокна. Это будет очень вкусно. И сейчас я покажу, как делать классический лондон бройл. И вот на этом стейке еще остались кусочки пленки. Ее можно вырезать, потому что она будет немножко жесткой. Конечно, хорошо, когда это уже сделает мясник, но мы тоже можем. Так, аккуратненько. Дальше нужно на глубину 1 треть сделать насечки через каждый сантиметр фактически. То есть это мы делаем для того, чтобы стейк лучше прожаривался. И для того, чтобы соус в него лучше проходил. Так как этот лондон бройл, то он будет маринованный. Вот мы сделали в одном направлении насечки. Теперь можно также в этом направлении. То есть перпендикулярно к предыдущим насечкам. Такие вот кубики получились. И аналогично делаем с другой стороны. Естественно, где мясо более толстое, делаем насечки чуть-чуть поглубже. Ладно, продолжаем делать насечки. И это получится шикарный лондон бройл, который весь промаринован. Маринован и очень мягкий. Его, когда он пожарится, его даже можно делать well done. Все равно будет вкусный. Все, мясо готово. Отправляем его в емкость для маринования. И теперь нужно выдавить туда специи. Чеснок. Чеснок, конечно, чистить мне лениво. Поэтому я только отрезаю у него твердые попки и давлю целиком. Видите, как чеснок хорошо выходит и даже чистить его не нужно. Все, а шкурка вот она. Еще одна. Раз. И все выдавили. Теперь возьмем вот такой вот кусочек имбиря. Наверное, вот такой вот. Побыстрому мы его почистим. И натрем на терке. Так, теперь из специй сюда очень хорошо, конечно, пойдет тимьян. Но тимьян нету, поэтому просто посыплю итальянскими травами. Так. И чуть-чуть, и чуть-чуть чили перц с хлопьями. Немного. Чтобы это все промассировать как следует. И повторить на другой стороне. А теперь мы прольем это соевым соусом. И польем маслом. Можно поливать кунжутным маслом, ну а можно каким угодно. Вот я использовал масло авокадо. Я его чаще всего использую для стейков, потому что у него самая высокая температура дымления. Если есть желание, можно посыпать немножко черным перцем. С этой стороны черного перца чуть-чуть и все. Все, наш штык готов. И теперь его оставляем мариноваться на пару часов. Вообще, в идеале, его маринует сутки. Ну, а пару часов тоже подойдет. Накроем пленкой, чтобы он не сох. Но так можно его оставить на часок при комнатной температуре, хотя это, конечно, не рекомендуется. Все, жар достаточно, мы начинаем жарить лондон-бройл. Едя надо переворачивать. О, как он рмянится, хорошо носить до огня. И не забываем переворачивать. Вот внутри еще он староват, ему еще нужно готовиться. В этом направлении его пожарить. Еще рано, рано его. Данный кусок можно жарить практически в Алгана. Но он все равно будет очень вкусным. Вот, оно там уже прожарилось. И осталось совсем чуть-чуть, и его можно уже подавать. Посмотрим, что с другой стороны. Вот какая красота. Еще чуть-чуть, и все готово. Конечно, я люблю, когда этот отруб немножко потольше, тогда он быстрее готовится. Но это тоже будет хорошее. Ну вот, и фактически уже готово. Вот, и все, он практически уже выглядит готовым. Да, вот, какая корочка замечательная. Да, уже по твердости можно сказать, что он приближается к лондону, и его можно снимать. Ну что ж, тогда его снимаем. И дадим полежать чуть-чуть вот на доске. Сколько же соку в этом мясе. Вот такой вот, идеально сочный. М-м-м, вкус. Продолжение следует...